Привет мужик, на связи Шамшурин И сейчас Хочу поднять такую тему Платить или не платить за девушку на свидании Очень многие парни пишут Задают вопросы на эту тему Для кого-то это принципиальный вопрос Для кого-то просто интересно Но тем не менее Сейчас поговорим на эту тему Со мной рядом едет Мой друг Саша Он тоже в теме пикапа И он будет задавать те вопросы Которые по сути дела Сдают люди в комментариях Под видео просто на тренингах И так начнем То есть По сути дела Откуда все это взялось Почему вообще Принято платить за девушек В принципе Нигде же это не написано Никакого свода законов нет Во-первых это нам навязало Общество Какие-то социальные рамки Которые Социальные программы Которые обязали нас Что платить именно нужно Потому что общество Так или иначе Заточено в большинстве Своем под женщин Во-вторых Нас так воспитывала мама Она говорила Что нужно то Нужно это В-третьих Нам это все продается Через СМИ Через журнал Через книги Через телевидение Через интернет И так далее И по сути дела Мужчина реально Уверовал в то Что женщина Вот просто так Бесплатно Без денег Она никогда Его не захочет Что для того Чтобы девушка Захотела заняться С тобой сексом Тебе обязательно Нужно за нее заплатить Не в прямую Это косвенно Не деньгами Так угостить Или там Подарить И так далее Вот такая вот фигня Слушай, Вован Получается, что Девушки не хотят секса? Нет Вот в том-то и прикол Что Я разговариваю С многими своими учениками И они действительно Искренне верят в то Что вот Девушкам секс не нужен Я могу их понять Потому что Девушки все время Говорят про секс Так что вот Там Нет Вот Как бы Какой секс Там Я не такая Что ты Ой, вам всем одно Только и нужно от меня И так далее То есть Да, они настолько Убедительно это говорят Что можно в это поверить В принципе Но прикол в том Что Девушки секса хотят Они хотят его Даже больше, чем мужчины На самом деле И они думают о нем Больше и чаще, чем мужчины Им так же нужна близость с мужчиной Им так же нужна Мужская компания Им так же Нужны отношения Теплота Там общения То есть Все это им нужно Естественно Как же нет Конечно хотят То есть Получается Что когда Девушка приходит С тобой В ресторан На свидание Она приходит Пообщаться А не поесть И попить За твой счет Не, ну получается Что так и есть Просто вот Есть такое Правило Да, какое-то Негласное Что мы обязательно Должны Заплатить в ресторане Или что-то Вы поймите одно Ребят Что Как бы Если девушка Пришла Да, она пришла С вами общаться Она Как бы Попить И поесть Там Как говорится Пожрать Можно и дома Ну и Сейчас в принципе Время такое Что как бы Девушки тоже Что-то зарабатывают И могут себе позволить Какой-то там Ресторан Кафе Все что угодно Вот Но Как бы Она пришла общаться Действительно Ну Поэтому В принципе Ее мнение о вас Вот ее впечатление Ее мнение о вас Как о мужике Оно Абсолютно Никак не зависит От того Вообще Вот Ну Накормили вы Не накормили вы ее Она не за этим шла К вам на свидание Поверьте мне Ребят Лаван Всегда хотел спросить А вот Когда девушка У тебя приходит На свидание Что нужно заказывать Что посоветуешь Ну Как бы У меня принцип такой Как делаю я Да И Ну На заказ Ничего не нужно То есть Вы приходите Куда-то в кафешку Да Естественно Там должны быть диванчики Какой-то там Уголок Или вип-кабинка Или что-то Где-то в стороне Чтобы можно было Комфортно Проводить свидание И Прикол в том Что Как бы Вам Как правило Официант вам приносит Там Целую кучу Там Разных штук Там Меню Меню такое Это меню Там с едой С выпивкой Со всякой фигней То есть Как делаю я Он приносит Не успеет он Все это разложить На столе Я говорю А молодой человек Принесите нам чай Вот Можно у девушки Утащить Ты какой чай будешь Черной Зеленой Фруктовой То есть В принципе Вы ей даете Какое-то право выбора Какую-то альтернативу Но Ограничиваете Сразу чаем Либо Можете спросить У девушки Что ты Что будешь пить Но ни в коем случае Не надо ее кормить Что там Чай, кофе, сок Я считаю Что Для этого Как бы Много денег Не надо И здесь Вы изначально Ставите такую позицию Что Вы пришли общаться Да Вы не пришли купить У нее Там Ее внимание Ее секс Я слышал Что Пикап Учит Пробка Какая-то Да Стоим Я слышал Что пикап Учит Разводить девушек Чтобы они Платили за тебя Это правда А, ну смотри Да Многие пикап Школы Они У них есть Такая политика Что Агрессивная По отношению К женщинам То что Нужно Разводить девушек Чтобы они За тебя платили То есть Нужно Делать так Чтобы они Тебя угощали Ну в принципе В этом Я ничего Противоестественного Как бы Не вижу Да Ну Ну Как бы Ну хорошо То есть Если девушка Хочет тебя угостить Значит ты клевый То есть Это надо Воспринимать Спокойно Потому что Некоторые Говорят Ой нет Что ты там Для меня Это унизительно Это не унизительно Это не умение Принимать Не умение Принимать себя Принимать Что-то извне Какие-то там Подарки Какие-то Бонусы Что-то еще Так Что я хотел сказать Смотри То есть В чем вопрос был Еще раз Саша А то что Вот пикап школы Развод Смотри Да У меня такое Свое мнение Как бы Один раз в жизни Буквально Можно попробовать Сделать так Чтобы сказать Слушай там Девушка Ну до секса Если это не твоя женщина Если это уже твоя женщина С которой ты общаешься долгое время Ради бога Это вполне нормально Если она за тебя платит А если у вас секса Еще не было Можно сказать Ну там Раз в другой Что Ты знаешь Там Давай ты за меня заплатишь Я сегодня вот там Без бумажника пришел И так далее И это вполне нормально Вы проверите ее отношение к себе То есть если для девушки Нет проблем заплатить Значит она нормальная девушка Она к вам относится с интересом А не как потребительница Если она начинает там Злупаться Грубо говоря Говорит что Ой у меня в принципе Я за парней не плачу То есть это Значит вы ей как бы Неинтересны как мужчина То есть она Ну не видит вас Вашей ценности Она хочет вами попользоваться То есть вы для нее Обычный рядовой Рядовой Парень Который Который пачками за ней бегает Вот Такой момент Ну Насчет Насчет этого Я лично считаю что Как бы Ну во первых Если ты мужчина Значит все таки Платишь ты Да здесь я как бы К этому отношусь Так же в принципе Как и все И во вторых Что если уж ты Пригласил на свидание Да или на какую-то встречу Кого-то Не обязательно девушка Там просто встреча Там По работе То Однозначно Часть тебя Платишь ты Такие дела Ну а что делать Если Все таки Платить ты не хочешь А девушка Начала заказывать Напитки Еду Что делать В таком случае А Слушай Ну Вообще По идее Можно сказать Так Как бы Я так Учу своих Учеников И так делал сам А можно сказать Ты знаешь Если ты хочешь покушать Как бы Ну давай Ты сама за себя Заплачешь У меня чай То есть Вот так вот Или можно сказать Что Ты знаешь У меня такой принцип Что Я Ну Как бы Я не плачу За девушку Пока это не моя девушка То есть Вот Как только она станет Ваша Ради бога То есть соответственно Вы ей говорите Что пока секса нет Я за девушку не плачу И это вполне нормально Но на самом деле Я тебе скажу так Что Как бы Если ты думаешь Что в ответ на это Девушка тебе скажет Что Вот ты офигел Там Как тебе не стыдно Ну и прочая фигня То есть На самом деле Вот Сказать такое И вообще повестись Из-за еды Ну может наверное Одна девушка Из Не знаю Сорока Из пятидесяти Где-то так Ну это из моего Личного опыта Да Были конечно такие Но в основном Девушки относятся спокойно Если ты предложил ей пожрать Как бы Но если она хочет поесть Как бы покушать Ну почему Она не откажется Но как бы Если ты не предлагаешь То в принципе Она сидит и общается С тобой Блин Вот этот чувак Самый умный по ходу Делан Поехал Всех обогнал Вот И еще момент Что Вы же не просто предлагаете Вы же настаиваете Я должен заплатить Подожди Нет Я хочу тебя угостить Я хочу тебя Там косвенно Вы говорите Я хочу купить Твое внимание За деньги За еду Вот это неправильно Понятно Раз уж мы Заговорили о твоей личной жизни У тебя были В твоей личной жизни Были примеры Похожие Вот такие ситуации Когда девушка пыталась И настаивала Чтобы ты заплатил за нее Что Скажи что-нибудь Про это А ну Вот как бы Насчет моей жизни У меня было много Примеров разных Да Там Интересных И еще более интересных То есть Был прям Вот такой же Вот трепещущий момент То есть Это было еще в Самаре Там Сколько может быть Год 3-4 назад Я познакомился с девушкой И мы как бы там Встретились Я заехал за ней И мы поехали там Куда-то на свидание Мимо была там Мимо кафешки Проехали Мы ездили там На вертолетную площадку Ну там Местные знают Вот И там были такие кафешки На дороге Где можно было поесть Мы заехали туда Как бы вроде бы Попить официально Чаю там что-то Я заказал себе сок А девушка Начала там заказать еды Вот Ну Как бы еда едой То есть мы поели Она поела Вернее Я попил сок И я достаю деньги Как бы Плачу за ее напиток Да и за свой То есть там Не хватает Немножко И она раз такая Понимает Ну что что-то не так Она говорит Слушай Типа А что за фигня Как бы Все остальное Ты оплачивать не будешь Все остальное Ну как бы Ты ела Ты оплачивай И ну как бы Значимость этой девушки Для меня была реально Ну невысока Хотя девушка прикольная Просто Здесь еще есть такой враг ваш Что если у вас Высокая значимость Девушки для вас Если она вам очень нравится То вы боитесь Это сделать Вы так Вам будет сложно сказать Что сама за себя плати Вот И Слушай Они едут Или просто встают Справа Там Нет Там встают Вот И как бы Прикол в чем Смотри То есть Я за нее не плачу Она отмораживается То есть она Ну ей ничто не остается делать Как заплатить самой себя И до этого Мы общались нормально После этого Я говорю Все садись Поехали Она чуть ли не До такой степени Что говорит Я сейчас поймаю машину И уеду на ней То есть я с тобой Не поеду Потом я все таки Уговорил Я сесть в машину Убедил И она В общем Съехала всю дорогу Такая отмороженная То есть вообще Как будто Я не знаю Как будто Я в душу плюнул Вот Я говорю Слушай Ну если тебе не нравится Не хочешь общаться Как бы давай Я тебя отвезу Домой Ну если Принципиально Что ты заплатил Свою еду Значит ну как бы Давай домой Я дальше тоже Не вижу смысла общаться Вот И получается Что Отвожу я домой И потом Как-то Через пару дней Она сама пишет СМС Куда Давай встретимся То есть я приезжаю За ней Там еще была Долгая интересная история Как бы Ну А вот Я все таки расскажу тебе То есть я приезжаю За ней Она в какой-то кафе С подругами Она звонит Говорит Подожди пожалуйста Я задержусь Там буквально На 20-30 минут Я говорю Ладно хорошо Сижу Жду я в машине Потом она спускается Такая с цветком Нарядная И говорит Ты знаешь Я вот сидел Ждала Там друзей Которые должны были Прийти И оплатить Там и свой счет И наш счет Поэтому я так долго Не выходил Я задержалась Вот Поэтому извини Вот То есть К тем Мораль какова То есть К тем парням Которые Пытаются ее вот там Подкупить Угостить И так далее Она к ним и относится Потребительски Она не видит в них Личности Не видит в них Интересных мужчин Вот И соответственно После этого У нас там Ну мы погуляли Покатались И в машине Произошел секс Случился секс Вот И после секса Я ну как бы Люблю расспрашивать Там что понравилось Что не понравилось Там Когда ты решила Что будет секс Что не будет секс То есть Что тебе понравилось В том что я там Как я подошел Знакомился Что не понравилось Вот И она говорит Ты знаешь Ты на самом деле Первый Кто за меня Не заплатил Говорит И в тот момент Я поняла Что ты мне нравишься Что Что-то у меня К тебе есть Хотя вроде бы Парадоксальная ситуация Вот такие дела Есть еще вопросы Саша Больше нет Отлично Вот Так что мужик В принципе Никаких Обязательств Перед женщиной У тебя нет Твое право Платить или не платить Но я хочу Чтобы ты понял Одно Что Результат Свидания Его качество Мнений девушки О тебе Никак Ни в коем случае Не зависит От того Заплатишь Ты за нее Или нет Не в этом То есть Не подарками Цветами Ухаживаниями И откармливанием И отпаиванием Ну как бы Не в этом смысл То есть Не по этим критериям Девушка оценивает Тебя как мужика